Еврейская мессианская община Еврейская мессианская община Еврейская мессианская община Еврейская мессианская община Еврейская мессианская 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 или церквей Польши. Мы очень были благодарны, и это была важная поездка. Почему я говорю об этом? Потому что во время этой поездки я очень много рассуждал о нашей жизни, о себе личном. Что со мной происходит? Какие ситуации в моей жизни происходят? И вот тема, которую я хочу говорить, это тема, которая называется «Слово жизни». Это не только название церкви, которая у нас есть, или динаминация, которая в бывшем Советском Союзе была самой большой, «Слово жизни», или харизматических церквей, я имею в виду. Но именно сегодня послание будет «Слово жизни», слово, которое дает нам жизнь, слово, которое направляет нас. Таким небольшим откровением я хочу поделиться с вами, потому что нам нужно осознавать, что наша с вами жизнь движется в сторону нашего наибольшего желания или наших мыслей. мы движемся в нашей жизни так, как мы мыслим. Самые сильные стороны нашего мышления, то, что мы хотим, то, что мы желаем, будут всегда направлять нас к той цели, куда мы по жизни идем. Вот этот момент очень интересный, потому что если наша с вами жизнь наполнена верой, надеждой, спасением, состраданием к погибающему миру, тогда мы сами, как верующие люди, будем все больше и больше похожи на Мессию. Имеется в виду не то, что мы стали Мессией, а отражать Его в нашей жизни. Но если наши мысли, они негативны, полны зависти, грязных похотей, тогда и я могу сказать простую вещь, гарантировать, что мы не сможем иметь жизнь победоносную в Боге, потому что наши мысли отличаются от планов Божьих. То, как мы мыслим, то, как мы имеем мышление, будет открывать возможности для нашей жизни, куда мы идем, каков человек, так и его помыслы. Посмотря на его действия, мы можем определить, чем человек живет. Римлянам, 8 глава, 5-9 стих. Я знаю, что здесь для многих людей, которые первый раз у нас в общении, то, что я буду говорить, оно кажется будет новым. Но я хочу сказать, что послушайте о том, что я имею в виду. Ведь все-таки на самом деле, независимо от того, верующий вы или неверующий, человечество само по себе, оно имеет тенденцию мыслить. И как мыслит человек, он так и сопровождается в жизни, таким он и становится. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные мир и жизнь. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу годить не могут, но вы не по плоти живете, а по духу. Если только дух Божий живет в вас, если же кто духа Мессии не имеет, тот и не его. Интересное место. Живущие во плоти, во плоти и помышляют. Другими словами, люди, как они мыслят, так они и живут. И для верующего человека, особенно тем, кто познали волю Божью, она совершенная. Воля Божья в том, чтобы никто не погиб, чтобы пришли к познанию Божьей милости, благодати. И эти люди, которые знают Бога, должны жить и мыслить так, как мы говорим. В этих стихах, которые я прочитал, определяется наше настоящее и наше будущее. У меня к вам простой вопрос. Один простой вопрос. Как из вас, кто из вас, может, как и я, иногда говорим сами с собою? Три человека. Но я вам скажу, как получается. Что я имею в виду, когда я говорю, что часто я разговариваю сам с собой? Я не шизофрени, не болею шизофрени. Что я имею в виду, когда я говорю, я сам разговариваю с собой? Когда приходят мысли о том, что вот ситуация, по сути, есть моменты в жизни, которые нужно рассуждать. и ты рассуждаешь это в своем разуме. Говоришь, слава Богу, что эта ситуация не настолько безысходна. Мы встретимся с людьми, мы разберемся, мы помолимся Богу, и если мы сделаем решение, такое будет так, по-другому, кто так мыслит иногда вот так? Я называю это разговор сам с собой, потому что ты в голове прокручиваешь эту мысль. Как бы ты поступил, что бы ты сказал, как бы ты делал, не говорите вслух, потому что вас люди не поймут, но в самом деле мы думаем, большинство людей, и фактически как мир устроен, что мы разговариваем сами с собой, в мыслях мы определяем, что мы будем делать, какой образ жизни будем вести, мы говорим о ситуациях, мы прокручиваем эти действия, и на самом деле мы говорим сами с собой, поэтому я спрашиваю, а ваши мысли какие? каковы ваши мысли, которыми вы подчиняете день, в котором вы живете? Что мы думаем о том, что будет происходить в этот день, в котором мы живем? Как вы встроите планы, и о чем вы думаете? Вы думаете более плотски, как устроиться, что сделать, как провести этот день, или же вы смотрите через призму священного писания, если в моей жизни происходят некоторые ситуации, как я буду на них реагировать? Если вы просыпаетесь и говорите, Господь, этот еще один день, в котором ты проявишь свою славу, я думаю, что это правильное мышление. Если наша жизнь движима нашими мыслями, я хочу задать вопрос, удовлетворены ли вы, или же довольны ли вы тем, куда вы идете? Довольны ли мы тем, куда мы идем? Если наша жизнь контролируется, раскрывается нашими мыслями, вы, конечно, скажете, в первую очередь, а вам, Ребе, нравится, куда вы идете? Это же как в Одессе бывает, да? А вам нравится, куда вы идете? Вместо того, чтобы ответить на мой вопрос, вы задаете мне вопрос. Конечно, я могу вам ответить. Отвечу откровенно, что несколько лет назад, буквально несколько лет назад, я поймал себя на мысли, на мысли, которая, может быть, на первый взгляд покажется нормальной мыслью, как у всех людей, как у всех людей заботы. Я поймал себя на мысли, что мне стало много тяжелее, ну, знаете, вот, по жизни идти. Мне тяжело донести людям свои идеи, у меня нет времени, работы нужно делать много, я не успеваю, тому подобное, тому подобное. Я поймал себя на мысли, что я постоянно об этом думаю, у меня не хватает времени, время бежит, я ничего не успеваю, не могу людям донести мое желание. И вдруг, послушайте, вдруг, я понимаю, вроде бы это нормальное мышление для всех, но оно бы негативное было. 99% этого мышления, которое я говорю, нет времени, не успеваю, люди не могут принять то, что я хочу сказать, я просто устаю, я понимаю, это полный негатив, ни одного процента нет для славы Бога. Я не могу прославить Бога тем, что сказать, Боже, у меня получается рассказать людям о Мессии, я привел человека к Богу, или такое подобное. Я поймался на мысли, что у меня как будто вся жизнь прошла. И я нуждался в изменении своего мышления. Мысли, которые мне нужно было поменять, они не просто так приходят, не просто возможно самого себя поменять. Если мы думаем, что мы можем сами себя поменять, мы ошибаемся, потому что наша греховная природа никого еще не сделала совершенным. Только Бог и Божье Слово способно изменить человека, мышление и направление. Римлянам 12 глава 2 стих. Не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь в обновление ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Мы читаем, что только мысли, только Бог может изменить наше мышление. Бог помогает направить нас, провозглашать. Это же местописание я вам прочитаю в другом переводе. Не стремитесь жить в соответствии с представлениями этого мира, но постоянно изменяйтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли испытывать, что представляет собой Божья воля, добрая, угодная и совершенная. Мы должны делать свою работу. Бог, который заинтересован изменить нас, хочет изменить нас, Он дает нам мысли, которые меняют наш образ жизни. Наша жизнь с вами не заключается просто в происшествиях. Сама смысл. Но когда происходит, когда мы думаем о том, что произошло, тогда мы начинаем продвигаться, чтобы изменить то, что у нас происходит. Другими словами, наша жизнь не зависит от происшествий. Наша жизнь зависит от того, как мы реагируем и мыслим о происшествиях. Вам понятно? Нет? Или я что-то запутал так сильно? Вокруг что-то происходит, но когда происходит с нами, мы начинаем этим рассуждать и думать, и уже решение, которое мы принимаем с мыслями, обсуждением, будет направлением для нашей жизни. И если эти мысли и эти обстоятельства связаны более с плотском образе жизни, плотским поступками, мы и так же будем поступать и приведет это к смерти. Но если мы будем обновлять это мышление в пользу Бога и Божьих планов и Божьего слова, мы изменим ситуацию, в которой мы находимся. Второе постановление Коринфянам, 10 глава, 3-4 стих. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти, воинствуем. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не свергаем замыслы. То есть там не только замыслы, там помышления. Помышления. Другой перевод говорит чуть-чуть иначе, но интереснее. Хотя мы и живем в этом мире, мы не воюем оружием этого мира. Мы сражаемся оружием Бога, которое способно разрушить самые неприступные крепости. Мы опровергаем аргументы. Другими словами, когда мы говорим о твердынях, то есть некая крепость, да, вот мы понимаем крепость, недоступная крепость, либо это тюрьма, за которой что-то находится, или человек находится. Когда мы говорим о твердыне человека в жизни, мы понимаем, что он скобанный, он находится в этих оковах, и нужно их разрушить. Знаете, что у Бога есть оружие, и мы знаем, что духовное оружие, это слово Божие, благовестие, вера, спасение, праведность, это все оружие Божие. Но есть еще оружие Божие, которое на самом деле делает, разрушает эти твердыни. Молитва, пост, прославление, добрые дела, благовестие, благословлять людей, почтение других выше себя, смирение и законопослушность. Когда мы законопослушны, мы низвергаем твердыни. Другими словами, твердыни — это не только крепость или же тюрьма, но когда переводится из греческого языка это слово Акамора, это слово заключается в смысле заложник, удержанный путем обмана. Дьявол, князь мира сего, наложил на нас, будем говорить так, мысль, что мы не можем освободиться от каких-то привычек или каких-то ситуаций. Знаете, как приручают слона не уходить от места, где хозяин хочет ему, чтобы он стоял постоянно. Его привязывают на цепь, на кол в течение нескольких, может быть, года. Он понимает, что он ходит только на какое-то расстояние и вокруг. Так же самое и собака, тоже есть моменты такие. Потом с него снимают цепь и дальше этого круга, дальше этого расстояния он не уходит. Обман. Можно было уйти, но он не уходит. он думает, что он еще прицеплен. Вот это слово акамора означает такое же самое слово. Дьявол как будто нас привязал к какому-то месту и мы не можем от него уйти, хотя мы свободны. Мессия сделал нас свободными людьми, дал нам выбор жизни вечной. Каким образом мы разрушаем эти оковы? И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, пленяем всякое помышление послушанию Мессии. Каждый раз, когда идет противостояние каким-то стандартам близким, мы должны пленять их, мы должны брать и усмирять. В чем вопрос? Мы приходим с вами к моменту, где нужно возрастать в Боге. Чтобы возрасти в нем, нам нужно иметь мышление немного другое. мысли, приходящие в негативном ракурсе, мы пленяем помышление в соответствии Божьего Слова. Если мы отдаем первое Богу всегда, если мы с утра, когда мы просыпаемся, начинаем прославлять Его, тогда это становится привычкой, которая и зарождает мышление на целый день. Я хочу вам сказать об этом, потому что как мы начинаем мыслить, если мы соглашаемся о чем-либо, если мы первое отдаем Богу, если мы превозносим Бога и приносим Его даяние десятины в первую очередь, не потому что мы приносим десятины, чтобы Он не забрал все остальное, мы приносим потому что так нужно. Просыпаясь утром, мы в первоначальном порядке говорим спасибо. Спасибо, что наша жизнь есть, что мы можем прославить Его, воздавая благодарность за новый день, за ту возможность, за ту встречу, которая у нас будет. Первое, что приходит в наши мысли, это, что Бог приготовил что-то особенное для нас, благодарение за то, что мы имеем. Я верю, что у нас есть возможность стать на новый уровень, взять Слово Божие, которое сильнее всего на свете, я думаю. Это мое личное мнение. Если вы считаете себя чем-то ущемленным, например, очень часто люди думают, как мне надеяться на Бога, если не знаю, что будет в завтрашнем дне. Есть верующие люди, которые обеспокоены о том, что будет завтра. Правда? Я встречаюсь с такими людьми и говорят, а что будет завтра? У меня нет работы, у меня нет того, сего, что будет завтра, что завтра произойдет? И вот эта суета, это страх перед будущим. Знаете, что нужно сделать? Нужно изменить свое мышление. Нужно начинать мыслить по-другому, потому что как мы мыслим, так мы и определяем свое будущее. Что можно сделать? Каждый раз можем сказать такие слова. Возложи на Господа заботы твои. Он поддержит тебя, никогда не даст он поколебаться праведнику. Не просто человеку, а праведнику. Значит, нужно слово праведник сделать для себя, применить, что я оправдан кровью Мессии, я в нем нахожусь в праведности. Нам нужно провозглашать слова, которые написаны в Писании. Итак, не заботитесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущее и надежду. И если мы не знаем, каким будет завтра, если нас беспокоит это завтра, я думаю, что нам необходимо эти слова, местописание, просто провозглашать, не только в разуме своем мышлении, а своими устами громко сказать. Вы скажете, ну мы это уже пользовались. Слушайте, есть моменты такие в жизни, если вы хотите бросить курить, вам нужно 40 дней для того, чтобы не курить и все привычки уйдут. 40 дней. если вы хотите отменить какие-то вещи, которые вас притягивали, 21 день нужно пострадать, чтобы эти привычки ушли. Один из примеров, я любил кофе с молоком и с сахаром. Я понимаю, почитал, что кофе с молоком и с сахаром разрушает мои сосуды. Я заботился о себе, думаю, значит, нужно привыкнуть. И прошло несколько времени, 3 недели, 21 день, и я на автомате, я понял, что я уже могу и без молока, и без сахара пить кофе. И каждый раз, когда люди просят меня, Реба, дайте нам кофе, я им даю просто черный кофе, а можно еще сахар? Я уже даже не представляю, какой вкус. Мне кажется, когда я ставлю сахар, оно не тот вкус кофе. Другими словами, мысление и привычка делает наша жизнь абсолютно другой. Если вы не знаете волю Божию для вашей жизни, вы не знаете ее, хотите найти, найти мыслях, нужно сделать несколько вещей. Вот место Писания. Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь богоуспешивала мне. Когда-нибудь воля Божия она будет исполнена. Это Римлянам 1 глава 10 стих. «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Хотите спросить, какая воля Божия для меня? Писание четко говорит, освящение ваше. Освящение ваше. Воля Божия именно в этом. Но он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото. Воля Божия, чтобы мы были чистыми, были свежими. Если вы не уверены по жизни человек, если вы не уверены что вообще происходит, не уверены что делать и как делать, знайте, можно провозгласить и говорить полной уверенностью. Какую уверенность мы имеем в Боге через Мессию? Вера же есть осуществление ожидаемое, одержаемое и уверенность в невидимом. Вера. Мы говорим Господи, я не уверен, но вера, да, есть осуществление ожидаемое, уверенность в невидимом. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, кого я уверовал. Уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день. Если я не уверен, провозгласи, что это слово, что он сохранит тебя, он сделает твою жизнь другой. Если вы не постоянны в общении с Богом, а это бывает очень часто, мы не постоянны в своих молитвах, общении с Богом, есть места писания, вы хотите изменить свою жизнь, можно провозгласить, Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может быть на святой горе Твоей. Вы скажете, это же как бы знак вопроса, да, но если ты не знаешь, что ты имеешь эту возможность, ты никогда не скажешь эти слова. Другой Псалом, 24-й, говорит, одного просил я у Господа, только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господнюю, посещать храм его. Вы скажете, может быть, это недостаточно, есть еще место, но я так как я к тебе Господи взываю рано утром молитва моя пристанет предобою. Если ваше общение с Богом не так частое, начните говорить эти места. Эти места Писания становятся мыслью, памяти и направляют наш путь. Буду хвалить имя Твое непрестанно, воспевать словословие, ибо молитва моя была услышана. Когда мы начинаем радоваться, когда наша молитва услышана, мы хотим иметь радость, силу в Господе, мы начинаем молиться. Возможно, это звучит странно для многих, но произносимое нами Слово вслух, Слово Божье меняет наше мышление. Чем ты заполняешь свой разум и как ты мыслишь, оно определяет твое будущее. Определяет твое будущее. Как я могу представить этот момент? Что изменяется? Кто из вас изучал иностранные языки? Половина. Мы пытаемся изучить язык. Один из примеров польский или английский или немецкий. Кто в детстве или в школе изучал его, какие-то слова помнят. Приходят иностранцы в общину или на улице, встречаются часто иностранцы на улице, спрашивают слово, как пройти на эту улицу, а ты говоришь иностранцы иностранцы. Иностранцы Вопрос через время. Вроде ты понял, о чем он говорит, но на свой рла ты его перевел и высказал то, что он не понял. Бывает такое? Ты вроде говоришь по-английски, а он на тебя смотрит, как барана новая ворота. Ты думаешь, что ты по-английски говоришь? Он француз просто был. Вот этот момент такой с любым языком. Даже когда ты изучаешь его, и кто, кто с тобой разговаривает, носитель языка, он общается с тобой. Ты как будто понимаешь, о чем он говорит. Ты по-своему его интерпретируешь. Услышал на английском, перевел его на русский язык, мысли переводишь опять с русского на английский, высказываешь такую глупость, что люди тебя бегут. Но когда-то происходит одна вещь, в голове щелкнуло, и ты вдруг слышишь его английский, не переводя на русский, понимаешь, что он тебя спросил, и говоришь ему английским языком или на польском. Вдруг ты начинаешь переводить его в разуме, как ты его понимаешь. Другими словами, когда слово Божье мы слышим, начинаем переводить на свой лад, как мы его понимаем, и выдаем его, люди смеются, и наша жизнь не меняется. Как только мы слышим слово, применяем его, провозглашаем его в нашем разуме, мы этим живем, наша жизнь начинает меняться конкретно относительно этого слова. вот что я имею ввиду, когда я говорю о том, что нам нужно изменять свой разум, свои чувства. Я тоже человек, который не без трудностей. Я тоже человек, который проходит такие же обстоятельства, как многие из нас. Но ситуация в моей жизни бывает разная. я хочу вам сказать, с чем я борюсь, что я провозглашаю в своей жизни, чтобы не отойти от той цели, которую Бог дал для меня. Чем я борюсь в своем слове? Я хочу сказать, я имею большую проблему с выбором между тем, что важно и необходимо, между нужным и поспешным, что нужно сделать сейчас. Для меня, как пастор, как служителю, имея общение с многими людьми, решая многие вопросы, как социальные, духовные, как с офисом, со школами близкой, с общиной, служением одним людям, другим людям, знаете, поездки, домашние вопросы, семейные вопросы, я прихожу к кризису в моей жизни, когда я иногда чувствую, что я не успеваю чего-то сделать и я не успешен. Вы скажете, рэбэ, вы должны всегда быть на высоте. Я вам говорю то, с чем я переживаю и что я взял для своего возрастания, для свое оружие. Я хочу вам показать принципы, на чем можно побеждать все чувства, которые мы переживаем. Когда я прихожу к такому состоянию, я каждый день говорю в мыслях своих, прокручиваю своих мыслях, иногда я провозглашаю это, такие понятия, как Ишуа единственное мое спасение. Я говорю, нет другого спасения, Ишуа единственное мое спасение. И когда все не идет как нужно, он единственный, кто может мне помочь. Я говорю себе, что Ишуа является той жертвой, которая была заплачена за меня, и никто другой за меня не умер. Он умер и воскрес для моего оправдания, чтобы оправдать меня, стать моим Богом и моим царем. Я говорю себе, что мой разум и сила дается Богом. Мудрость, которая приходит свыше. И я общаюсь с Богом в своих мыслях. Я говорю с ним, блаженна душа боящейся Господа. Я говорю себе, если ты боишься Бога, ты блажен. Ты должен бояться Бога больше никого, больше, чем Бога никого нет, чтобы бояться. Кем держаться? За кого уповать, кроме Бога? Нету. Отче Господа на любящих Его. Я говорю себе, Он смотрит на тебя. Он смотрит на то, как ты поступаешь, как ты действуешь, что ты делаешь, как ты Бог показывает благое, благославы своей, Таня для всех. И знаете, говоря о том, что в моем призвании, чтобы не уходить от моего призвания, мужья, любите своих жен. Я говорю себе, чтобы понимать, что в суете своей жизни не уйти от той правильной позиции, которую Бог сказал, если муж с женой соединились, человек не разъединит, только Бог соединяет. Я говорю себе, мы должны любить своих жен, мужья любите своих жен и будьте к ним, не будьте к ним суровы. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит себя. Я говорю это себе, как я себя люблю, я должен так же любить свою жену, чтобы не уходить, не удаляться от того, что у меня есть. Мы говорим о том, что воспитание детей. Я хочу, чтобы мои дети были воспитаны в Доме Божьем, чтобы они знали Бога. Поэтому я говорю, когда Иисус Навин зашел в землю, а что до меня, то я и дом мой, мы будем служить Богу. Я говорю эти слова, мысли эти, что до меня, что относительно меня, я буду делать так, чтобы мои дети служили Богу. Царь Давид говорит, пошел царь Давид, предстал перед лицом Господа и сказал, кто я, Господи? Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возлюбил? Я говорю, Господи, что у нас дом, что ты нас так ли возлюбил? Я хочу оставаться в этом. И обратите первое к философоникистам 4.9. О братолюбии же не нужно писать вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Мои отношения с братьями, с сестрами, с пасторами, да, я вам скажу, что очень сложно вообще с религиозными лидерами вообще общаться. Каждый имеет свое мышление, каждый имеет свою стратегию, каждый имеет свои планы, каждый имеет свое представление как служить и так далее. И поэтому для этого, чтобы оставаться в единстве, нам необходимо провозглашать Слово Божие, что Бог призвал нас в одном теле быть друг другу помощью, любить друг друга. И в теле Мессии это должно быть, потому что ссоры они удаляют, потому что мысли не те. Нам нужно направлять все к Господу. Я бы хотел зачитывать еще больше и больше и больше тех мест, которые я провозглашаю свою жизнь, чтобы, когда мне сложно, когда мне трудно, когда я чувствую, я где-то отдаляюсь, напомнить себе, куда моя жизнь должна идти. Да все почитаю счетую, ради превосходства познания Мессии, Господу моего, для него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Мессию. Я говорю, пускай меня ничто не увлекает в этой жизни. Я хочу знать Бога, я хочу быть ближе к Нему, я хочу знать милость и благость Его. Братья, не почитая все это с тихшим, а только забывая заднее, простираясь вперед. Я не хочу останавливаться на одном месте, хочу идти дальше. Я повторяю снова и снова, я пробуждаю свою веру в себе для того, чтобы мой разум был настроен ходить Божьими путями. И последнее, что я хочу сказать, христоцентричность нашей жизни должна быть максимальной. Во всем, что вы не делаете, во всем, что вы не делаете, Мессия должен стоять на первом месте. Вы скажете, а на работе, а дома, везде. Друзья, если мы будем помышлять о горнем, о горнем помышлять, о нашем предназначении, наша жизнь будет меняться, наша жизнь должна быть центром Бога, потому что многих из нас Сатан посадил на эту невидимую цепь, мы ходим кругом и дальше обстоятельств, мы ничего не видим. Посему Бог призывает нас провозглашать Его Слово, читать Его Слово, жить Его Словом и всегда видеть, что Мессия умер за нас, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Вы скажете, а когда же жить для себя? Когда мы живем в Нем, мы уже живем для себя. Что я говорю? То, что мы делаем, как мы мысли, мы приобретаем свою жизнь и как мы ее описали, как мы в разуме себе, так мы и получим. Но наша жизнь на небесах, вы скажете, подождите, чересчур религиозные послания, да, чересчур, обращаясь ко всем тем, кто верующий и неверующий. Эта жизнь когда-нибудь закончится, рано или поздно. И все люди, потому что все человечество сотворено по образу подобию Бога. И все, что его придет к нему, он соберет всех, и пшеницу, и плевелы, все будет собрано. Все его, друзья, иногда говорят, вот там дети дьявола и так далее. Слушайте, 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 да, ваш отец из того, дьявол, потому что он гал, ложь, да, но все мы, мы все, и дьявол то же самое, творение Бога Всевышнего. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Мы все предстанем перед Всевышним. Веришь ты в Него или не веришь в Него, не будет никакой разницы. Просто одна мысль, что будет после смерти? Что будет там, когда закроешь глаза? Сегодня ученые говорят о том, что смерть это не конец жизни. ученые говорят, это наукой уже несколько раз читают какие-то вещи такие, если бы это читал 20 лет или 40 лет назад, это было бы Эврика, да, сегодня они говорят, да, нет, нет, учеными уже доказано, что человек не умирает, плоть, да, она не выдерживает, а вот человек это единственное, кто имеет Дух. Мы все предстанем при Всевышнем. Хотим мы это, не хотим. Просто одни будут смотреть с радостными глазами, ожиданием слова добрый и верный раб. Зайди, пойдем, сын мой, дочь моя, пойдем, пойдем. А другие опустят и будут думать, говорила мне мама, да, не ходить ты в лес. говорила мне мама, что есть тот, кто следит над всем наблюдает. У нас есть Библия, путеводитель нашей жизни. И чем больше мы будем рассуждать, мыслить об этом, который направляет нас, тем красивее и плодотворнее будет наша жизнь. тем счастливее мы будем жить, даже если будет совсем мало хлеба, чуть-чуть, может быть, того, сего, но мы будем счастливые люди на земле. Что для человека, для полного счастья нужно? Чтобы был мир в доме, правда? Понимание в доме, чтобы была помощь друг к другу, было уважение и почтение, чтобы достигать каких-то целей и быть счастливыми людьми. я верю, я верю, что мы можем, как верующие люди, изменить свое мышление и нам нужно его менять. Чересчур мирского влияния попадает к нам наш разум. по всему Бог говорит, позови ко мне и я отвечу. Покажу тебе невозможное и невероятное. Мои намерения тебе на добро, не на зло. Я хочу помочь тебе. Поверь, что это твой день. Для верующих обращаюсь. Друзья мои, дорогие, если двое согласятся о чем-либо, они получат. Согласят они просто мысль какая-то, а, давай, помолимся, мысль что-то получить. Нет. Приходящий к Богу должен веровать, что Он есть. Что Он есть. И когда мы молимся о чем-либо, мы должны понимать, что Бог есть. И Он руководит всем необходимым для нас. Наша вера в Него. Каждый из нас проходит трудности. Я говорил, я прохожу трудности. И я хочу сегодня сказать, что Мессия умер и воскрес для нас. Для того, чтобы оправдать нас, изменить наше мышление. 138 Псалом говорит, как возвышенный для меня помышление Твое Божие и как величественное число их. 21 притч 5 стих Помышление прилежного стремится к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. Другими словами, мы какие наши мысли, такие мы все. Мы сейчас ставим наши ноги. Я хотел бы, чтобы мы помолились Богу, обратились к Нему о том, чтобы Он помог нам в дисциплине, и она эта дисциплина начать для себя сделать какой-то в чем я нуждаюсь, в чем проблема моя, в чем моя проблема. Может быть, я не уверен в завтрашнем дне, может быть, я не уверен в моих отношениях с Богом, либо у меня мало общения с Ним, может, еще что-то у нас есть, какие-то проблемы, и выписать под них места Писания, которые бы мы могли провозглашать, что милость Его, она обновится. Это нужно. Сегодня новое решение. Я думаю, что для многих из нас для решения вопросов нужно иметь центральную мысль крест Голгофы. Все чаяния были там распяты. На том Голгофском кресте мои все проблемы были решены. И чем отличается сегодняшний день от того дня, когда ты пришел к Богу? Ничем. Потому что Бог вчера, сегодня и во веки тот же. И Он сегодня обращается к нам. Возови, скажи. Скажи Ему, что ты нуждаешься. Стань над стезью праведности. И Его Слово, как светильник для твоей ноги, направит тебя в путь благословения, милости и благости. И ты узришь Его в милость и Его благость, Его расположение. в своей семье, в своей работе, в своих обстоятельствах. Он постучится, откроешь Ему дверь, проведешь с Ним время, и Он изменит тебя. Изменит тебя. завтра не будет, как сейчас. А Винуша Башима Отец Небесный, как нам хочется всегда быть ближе и ближе к тебе. Но если каким-то образом негатив пришел в нашу жизнь, что мы устали, нам задерживают люди, что все так навалилось на нас и безуспешно проходит жизнь. Боже, дай нам изменить это мышление на то, что мой Бог всегда со мной и сверх сил испытаний Он не даст. И если это происходит со мной, тогда я силен победить и оставаться в вере. Господи, когда не происходят наши мечты, не воплощаются в реальность, Господи, дай нам помнить, что Твои помышления о нас на добро, а не на зло. Что происходящее с нами завтра только будет укреплять нас в надежде на Тебя. И сегодня есть нужды, которые нужно решить, Господь, а Ты знаешь их. направь меня, чтобы мне больше не грешить, чтобы мне быть позитивным, чтобы мне любить людей, достигать людей, быть счастливым человеком. Прошу Тебя во имя Ишу. Если вы молились молитвой покаяния, особенно если вам нужна молитва о каянии пред Богом, скажите ему простые слова. Я хочу Тебя знать как Бога, как Спасителя. Первое послание Иоанна, 5 глава, 20 стих. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет. И разум допознаем Бога истинного и добудем в истинном Сыне Его Ищуа Мессии. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Сей МессIE мессия